Скоро 23 февраля. Кого же все-таки нужно поздравлять с этим праздником? Тех, кто служил в армии или всех мужчин? Ну а как быть с женщинами, которые служат в рядах вооруженных сил? Мы вышли на улицы города, чтобы узнать мнение жителей. Вот скоро 23 февраля. Как вы считаете, надо всех мужчин поздравлять с этим праздником или только тех, кто служил? Я считаю, что всех. А вот мальчишек? Даже маленьких. Даже мальчишек? Да. Потому что они, наверное... Будущие все равно защитники, защитники, все равно защитники. Даже если воевать не будут, все равно они нас защищают. На них надеемся. Так что всех поздравляю. Вас тоже поздравляю с наступающим 23. Спасибо. И всех ваших мужчин тоже. Я думаю, что нужно всех поздравлять. Всех мужчин? Всех мужчин. А как быть с женщинами? И с женщин тоже, потому что женщин тоже нас служат. Ну я считаю, только тех, кто связан как-то с вооруженными силами, да, служил. А сами служили? Отношения, да. Ну что, Сада, с праздником вас поздравляю. Спасибо. Всех мужчин надо поздравлять или только тех, кто служил? Всех. Скоро 23 февраля. Как вы считаете, нужно с этим праздником всех мужчин наших поздравлять или только тех, кто служил? Нет, всех, конечно. А что, другие, даже если не служили, что они не мужчины, что ли? Ну ведь защитник отечества. Ну ведь надо поздравлять всех женщин. Так, а вы как считаете? То же самое. Всех? Да, да. Всех надо поздравлять. Всех. Как считаете, с 23 февраля надо всех мужчин поздравлять или только тех, кто служил? Я считаю, что надо всех. Все должны быть готовы к определенным обстоятельствам. Вообще-то, по идее, кто только отслужил. Это день защитника Отечества именно, да? Ну, у нас был день Советской Армии, когда мы были. Мы офицеры Советского Союза. Раз есть женский праздник, должен быть и мужской праздник, правильно? Да. Пробедливость должна быть. Считаю, что только служил. Почему? Потому что это день, как бы, относится именно к тем, кто служил в армии. Всех мужчин надо поздравлять или только служил? Давайте всех поздравим. Наверное, всех. Почему так думаете? Ну, у нас мужской праздник начнет. И даже тех, кто в армию не хочет идти? Ну, мы в армию должны все идти. Независимо от статуса. Только защитники. Тех, кто служил. Кто защищает. С наступающим 23-м. Как вы считаете, с этим праздником всех мужчин надо поздравлять или только? Потому что не все виноваты в том, что не взяли в армию. Но защищают свою семью каждый день. Поэтому обязательно всех. Это мужской праздник. А защитник Отечества не только тот, что ходил в армию. Мы же каждый день друг друга защищаем. Вступаемся где-то за женщин. В очереди в той же самой супермаркете. Почему нет? Хорошо. Простей в армию. offering на жences.